Ведь, потому что не знают, что такое таинство церкви. Церковь осталась в себе, почему, понимаете, духовенство всегда было неоднородным. Пример показал первый, кто? Христианская община, Иуда, апостол, исцелял, воскрешал мертвых, имел все блага. Вот такое имя учителя. Пал, пал. Валентий Иоанна Завтауста. Слыхали такое имя, знаете. Кто его осудил? Насылку. Архиереи. За что осудили? То, что обличал царицу. Значит, я вам сказал, люди плацкие, значит, те, кто жили плотью, для кого царская власть была кормушкой, и их власть питала, они осудили духовного человека. Надо очиститься. И поэтому так было всегда и будет всегда. В церкви не есть собрание святых, но стремящих святости. Мы там очищаемся. И тот, кто разочарался в церкви, тот разочарался и в христианстве. Потому что человеческая немощь, она остается. Поэтому золотые часы. Патриарх, они меня тоже расстраивают. Конечно, вот недавно умер патриарх Сербии. На трамвае ездил. Слыхали, да, Павел? Ну, такие-то единицы, поэтому он и святой. Потому что он вменил этот мир ни во что. Она же, значит, цепляется за него. У него и охрана, и машина. Я его не осуждаю. Он не аскет, понимаете? Ведь христианство – это аскетика. Это постоянная борьба с собой, с своим чревом. Почему пост нужен? Чтобы избавиться от эгоизма. А эгоизм нас к чему ведет? К одиночеству. Я люблю себя, и вокруг себя формируется мое мировоззрение. Жена состарилась, есть погодненькая аспиранка. Почему не посмотреть? Тем более она симпатична, а ко мне льдет. Вот, понимаете, все остальное человеку решать. А если сказать – это грех, я лучше умру, но останусь верен долгу, я венчан. Я говорю – это нельзя. Я священник, но если я беру лапу, то я наемник. И буду судим хуже, чем любой, потому что я буду отвечать пред Богом. Вся моя деятельность зафиксирована – мало церковности, мало сознания, мало ответственности.